добрый день дорогие друзья с вами я наталья и как всегда поговорим о розах сегодня хочу поделиться с вами показать и рассказать саженцы роз которые я посадила весной этого сезона вы знаете в одном из роликов я вам говорила что посажено было мною более 60 новых саженцев роз сразу хочу вам сказать что все они сто процентов прижились растут они по-разному некоторые из них уже благоухают цветением какие-то тормозят в росте и в общем-то сидят пока без особого движения но в целом большая часть этих роз меня радует и я довольна что все они прижились и в это трудное так сказать время сложную весну очень жаркое лето эти саженцы живы здоровы и надеюсь что в перспективе они порадуют меня своим пышным и красивым цветением и начну я свой рассказ с розы о которой в принципе я давно мечтала задумывался ее приобрести о розе клэр ренессанс это шрап шрап производителя пульсон 1997 года знаете мне давно пришлась по сердцу эта роза но я никак не находила место потому что было очень много различных саженцев некоторые из них меня совершенно не радовали и вот в этом сезоне я приняла такое кардинальное решение и ряд роз просто безжалостно удалила из своего розария здесь росла роза христофор колумб оранжевого цвета я ее не раз вам показывал и вот на ее место вот здесь как раз около входной группы в мой дом я посадила эту розу посмотрите друзья как цветет эта малышка сантиметров сейчас она у меня 50 наверное где-то в высоту посмотрите как хороший и цветок лососево-розовый розовый ли абрикосовый но очень очень мощно и красиво зацвела у меня эта роза я совершенно не ожидала я в общем-то раньше всегда обрезала бутончики молодых роз но здесь с этими со всеми делами с жарой с проблемами кое-что упустила смотрю бутоны такие мощные здоровы и я дала возможность ей цвести и ни грамма не жалею цветок по описанию сантиметров 12 конечно сейчас он не достигает такого размера но он порядка где-то 8-7 сантиметров посмотрите как красив цветок этой розы я рассчитываю что вот здесь в углу моего дома вот эта роза достигнет высоты 150 и более сантиметров куст будет пышным и широким за счет того что здесь посажено два куста потому что по описанию это роза не очень растет сильно в ширину но два куста я думаю дадут мне объем и я получу пышные обильное и красивое цветение по всем показателям эта роза просто превосходно устойчивость к болезням устойчивость ко всем катаклизмам у этой розы наивысшее у нее по описанию очень легкий приятный и сладкий аромат вот так это малышка друзья поразила меня почему я с нее начала поразила друзья своим обильным и пышным цветением и конечно мы с вами понимаем друзья что если это роза сейчас выдала вот такие прекрасные цветы но они я думаю очень далеки от совершенства возлагая на нее огромную огромную надежду рассчитываю получить пышный обильно цветущий куст порадовать себя и и вас красотой этой розы с другой стороны от входа в свой дом я посадила еще два великолепных сорта и оба они поразили меня своей красотой впрочем я конечно очень тщательно выбирала розы но роза который я сейчас вам буду рассказывать из всего моего заказа смущала меня больше всего по описанию были очень очень противоречивые отзывы но благодаря одной из своих подписчиц не помню сейчас кто это было но благодарю что она мне написала написала мне берите наташа шикарная роза отлично цветет и говорю я сейчас а вот об этой красавице роза де маленар роуз как-то так называется этот сорт розы я как-то с розами дельбара не очень подружилась так получилось но вот эта роза как раз этого производителя я ее приобрела в свой сад и посмотрите что выдала мне эта роза я прибываю друзья в полном в полном восторге а как не прибывать я поближе вам покажу цветок этой розы посмотрите как хорош он посмотрите что творит эта малышка какой красивый нежно я бы даже сказала насыщенно розовый цвет друзья посмотрите какая закрутка какой цветок вот этот кустик начал цветение чуть раньше и он уже потихонечку потихонечку начинает отцветать чуть-чуть становится светлым но в целом какая чистая красивая листва глянцевая роза имеет легкий аромат по описанию семь восемь сантиметров но у меня сейчас она уже друзья восемь девять а то и по десять сантиметров роза вырастет высокая сто десять сто сорок сантиметров то она у меня здесь растет рядом с розы леонардо да винчи вот здесь такая хосточка у меня роза о которой я расскажу вам чуть позже и вот эта красотка показатели у розы достаточно приличные и по здоровью так сказать аромат у нее по описанию такой приятный и показатель троечка это очень высокий показатель по аромату одним словом друзья посадила и не могу нарадоваться не могу пройти мимо вот люблю такие изысканные вот такие уложенные такие красивые махровые розы ну а цвет цвет просто не поддается даже обсуждению посмотрите друзья не правда ли хороша тоже порядка где-то до пятидесяти сантиметров вот второй кустик чуть поменьше посмотрите друзья какие побеги базальные выдает мне этот молодой кустик розы ну у меня как всегда два вы знаете два саженца в одной лунке роза ля малинер роз да чего ж друзья хороша просто просто восторг рядом со шрабом роз де малинар дельбара я отдала предпочтение еще одной розе этого производителя но здесь флорибунда флорибунда дам шенан со я никогда не обратил бы внимание на эту розу потому что по описанию она невысокая восемьдесят где-то девяносто сантиметров цветок семь восемь один на кисти и в общем-то я всегда проходила мимо но ее мне посоветовал приобрести моя сестра когда эта роза выросла и расцвела у нее в саду она просто была от нее в восторге я прислушалась к ее мнению и конечно приобрела этот сорт надеюсь что он действительно не соответствует описанию потому что уже сейчас вот здесь два куста розы это сантиметров шестьдесят выше даже чем шраб в высоту ни о каком одном цветочке на кусте речи не идет даже малышка посмотрите выдала какие бутоны какие кисти цветок крупнее чем роз демалинар сантиметров десять точно тепло розовый цвет по всем показателям эта роза достаточно стойкая к болезням вот к дождю более-менее тоже прилично себя ведет ароматная одним словом посадила друзья и ни грамма ни грамма не жалею и еще раз повторяюсь а ведь это только малышки и они только начинают свою жизнь какая красивая листва она конечно более светлая чем у роз демалинар но красивая такая крупная зеленая такого ну глянцево не глянцево но блестящего такого цвета одним словом роза красавица обе эти розы шестой зоны и надеюсь что вот эта композиция из розы лям ленар розы дам дешенан со какая друзья красотка тепло розового цвета ну и леонардо он тоже имеет такой же насыщенный розовый цвет плюс хосты плюс украсят этот участок у меня клематисы ну и конечно когда расцветет мой шикарный гигантский куст гортензии метельчатой ванилы фрайс а он уже вот видите какой громадный в целом здесь получится очень красивая и такая знаете я бы сказала эффектная клумба ну а сейчас я расскажу вам еще об одной розе которая просто поразила меня в этом сезоне хочу немножечко добавить к сказанному но это очень важно друзья знаете вот в эту аномальную жару очень многие розы показали себя далеко не с лучшей стороны и вот эти три новинки о которых я рассказываю вам которые я обсадила в своем саду это роза клэр ренессанс роза ляда малинар и роза дам шинансо вот они проявили себя настолько стойко к этому температурному режиму как оловянные солдатики у нас прошел небольшой такой ливень буквально на 10 минут вот он тоже пока я не вижу чтобы как-то повлиял на красоту цветка этих роз но сильно про дождь сказать ничего не могу но то что они выстояли вот эту адскую жару это большой плюс этих сортов и меня это безусловно радует в одном из своих роликов я показывала вам вот этот участок у гаража и рассказывала вам что я брала здесь клематицы полностью удалила все растения которые здесь росли и создала новую композицию композиция это состоит из трех сортов роз с левой стороны у меня будет роза пьер дрансар а вот здесь два куста их мне подарила моя сестра ну вы видите как они мощно развиваются порядка где-то уже 80 сантиметров в высоту достигла эта роза пока бутонов у нее нет на переднем плане по моей задумке у меня растет принц монако у меня не было этой шедевральной розы если не будет пересорта надеюсь что она здесь будет очень так сказать украшать мой участок тем более что этот участок находится напротив беседки и когда мы отдыхаем то есть как бы взор наш всегда падает вот именно в эту сторону ну и хочу я рассказать вам о розе ну в которую не влюбиться друзья нельзя роза хайгров здесь роза великобритания не знаю не помню сейчас какого производителя как родилась идея приобрести эту розу к сожалению не вижу сейчас роликов вот наталья по-моему тельнова если я неправильно назвала ее фамилии пусть не обижается из нижнего новгорода выпускала несколько роликов о своем саде сад у нее ну просто шедевральный друзья и я увидела у нее розу плетистую рядом с желтой красавицей вылюбилась так что ну просто крышу снесло я написала ей наталье что как мне нравится ваша роза она очень любезно даже предложила мне с нее черенки прислать но я начала искать розу подобного типа вот ее роза была вся усыпана вот такими цветами но тот сорт который наталья я не нашла но случайно вышла вот на сорт розы high grove я никогда не слышала об этой розе друзья и ни грамма не промахнулась вы не представляете какие малюсики я посадила и я думала что она у меня и не примется это были такие задухлики розы это роз из питомника розы вдохновения надо сказать что их розы растут у меня как на дрожжах и вот эта роза была самая слабая из тех саженцев что были посажены в моем саду однако видите как мощно развиваются кустики этой розы ну а теперь о ее красоте самое пекло самое солнце вот она цветет тоже уже шестой а то и седьмой день она не грамма друзья не выгорает цвет ну просто если кто-то хочет красивую такую я не знаю слива не скажу ну вот какой-то цвет насыщенно вишневый что ли бархатный ну просто красотка то вот такая роза ну это просто восхищение малышка выдала вот такое красивое цветение вот так она распускается слегка показывает какие-то вот извините пальцами красиво какие-то вот там зелененькие тычинки цветет долго я случайно недавно увидел ролик полина козловой об этом сорте и она тоже самым наивысшим образом отзывается об этой розе она по описанию в общем-то клаймвер высотой может быть 240 сантиметров не знаю какой высоты достигнет она у меня по задумке я думала что нежно-бело такой розовый пьер вот эта малиновая красавица и конечно принц монако создадут некрасивую композицию но не знаю насколько высока будет эта роза но то что она шикарна то что она красиво нет слов цветет кистями роза по всем показателям имеет достаточно приличные еще раз повторюсь показатели развивается мощно цветение просто ну необыкновенно красивая пока цветок маленький ну где-то семь сантиметров не более впрочем и по описанию не буду вам сейчас врать порядка что-то до десяти но до чего ж хорош друзья аромат у этой розы легкий листва здоровые зеленые крепкая но а как реагирует на солнце друзья никак ему вообще солнце нипочем надеюсь что он так же реагирует и на дождь этот сорт роза хайгров друзья я пребываю в полном восторге я давно хотела розу именно такую именно такого насыщенного красивого тона не выгорающую обильно цветущую красотку и теперь она есть в моем саду повторяюсь роза хайгров я снова вернулась к своей клумбе хочу еще раз показать великолепие ее цветение посмотрите как хороша здесь композиция в сочетании розы хосты клематисы вот конечно сейчас в моем саду цветут еще другие малышки я вам показывал как цветет у меня розочка лавсонг не буду повторяться великолепно цветет роза коралл желе я выставляла вам ее в сообществе и начинают распускаться другие молоденькие розы вы обязательно зададите мне вопрос кормите ли вы их наталья я уже несколько раз говорила вам еще раз подчеркну я их кормлю точно так же как и все остальные розы и они отблагодарили меня вот таким великолепным своим развитием и цветением ну вот на этом я хочу закончить сегодня свой ролик на улице жара снимать очень очень сложно хочу пожелать вам крепкого здоровья если вам понравился мой ролик ставьте лайки подписывайтесь на мой канал с вами как всегда была Наталья до новых новых встреч